Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В преддверии праздника в Самаре прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ней приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник областного главка полиции, генерал-лейтенант Игорь Иванов, представители органов власти, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны и сотрудники МВД. Подробности в сюжете. Они обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, занимаются предотвращением раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности государственных коммерческих объектов, помогают гражданам в чрезвычайных ситуациях, противодействует экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции. В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Самарских полицейских с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Самоотдача, полная внутренняя мобилизация, высочайший профессионализм, ответственность, залог тому, что на территории Самарской области будет обеспечена защита населения, их законных прав и интересов каждого гражданина, порядок, защищена сама жизнь. Я сегодня искренне благодарю вашим лице всех сотрудников органов внутренних дел, которые несут службу, которые неформально, а по зову души вступили в ряды органов внутренних дел, и которые также по-человечески приходят на помощь, исполняя свой долг и следуя зову своего сердца. Губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор Михаил Феоктистов, начальник областного главка полиции Игорь Иванов, представители органов власти, ветераны, сотрудники МВД возложили цветы к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Напомню, 10 февраля 1999 года в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошел пожар. Трагедия унесла жизни 57 сотрудников правоохранительных органов. Огонь полностью уничтожил здание. Позже на этом месте установили мемориальный комплекс, включающий храм-часовню святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, в том числе и тех, кто защищал страну в Великой Отечественной войне. Задача сотрудников, которые сейчас работают, чтобы эта память была реальна. Мы должны не на словах, а в делах вспоминать. Без прошлого нет будущего. И наша с вами задача – отдавать дань памяти. Действующим сотрудникам органов внутренних дел глава региона Дмитрий Азаров вручил благодарность губернатора за особые заслуги при исполнении служебных обязанностей. Светлана Кудрявцева, События. Правоохранителей поздравила и глава Самары Елена Лапушкина. Выбрав делом своей жизни защиту общественного порядка, жизни, безопасности и прав людей, своим каждодневным трудом вы вносите большой вклад в обеспечение стабильной и спокойной обстановки в нашем городе и области, написала глава города в телеграм-канале. В Самаре продолжается работа над актуализацией схемы теплоснабжения и повышения качества подачи тепла в дома. В этом году было принято решение изменить схему подачи тепла в Куйбышевском районе, построив две котельные и подведя к ним теплосети. Таким образом решится проблемный вопрос с отоплением ряда частных домов, а также многоквартирных строений на 116-м километре и в 25-м квартале. Строительство одной из котельных уже завершено. Сегодня объект осмотрели глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Строительство двух новых котельных позволит подключить потребителей на новый теплоисточник и повысить качество предоставляемых услуг. Такой объем инвестиций в переоборудовании теплосетей стал возможным благодаря переходу в 2020 году на модель «Альткотельная». Работы по проектированию одной из котельных мощностью 1,5 мегаватта на улице Трубной начались весной, а уже в мае этого года специалисты приступили к строительству. На сегодняшний день объект полностью оборудован и готовится к сдаче в эксплуатацию. Котельная полностью автоматизирована, то есть диспетчера здесь и нет. Она полностью выведена на пульт диспетчера, который обслуживает несколько таких котельных по городу Самаре. После завершения оформления всех документов она запитает часть многоквартирных и частных домов, расположенных на улицах Трубной, Ржевской и Ильтонской, за железнодорожным переездом. Стоит отметить, что параллельно в Куйбышевском районе города ведется строительство второй, более мощной котельной. К ней подведут теплосети, которые смогут отапливать дома на 116-м километре и 25-м квартале. Работы ведутся департаментом городского хозяйства и экологии совместно с ресурсоснабжающей организацией. У нас схема теплоснабжения изменена, одна котельная сдана, уже стоит под нагрузкой. Абсолютно новое оборудование, что особенно радует. На 99 с лишним процентов это оборудование российское, здесь практически нет импортного оборудования. Жители будут получать стабильное, хорошее тепло без всяких проблем. Строительство этого объекта позволит обеспечить теплом порядка 40 домов, в которых проживают более 239 жителей Куйбышевского района. К слову, именно они просили решить давно наболевший вопрос отоплением. И он был рассмотрен в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самары и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После того, как все документы будут проверены и утверждены Ростехнадзором, дома будут переподключены к новому теплоисточнику. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самара. Там же обсудили и пополнение городской казны. С какого числа стартует конкурс по отбору кандидатов на должность мэра и на что направят средства бюджета, расскажем далее. В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самара. В декабре 2022 года истекает срок полномочий действующего руководителя города Елены Лапушкиной. Глава Самары избирается Думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса сроком на 5 лет. Документы для участия в конкурсе будут принимать с 14 ноября до 14 декабря. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской думы. Это, конечно, компетентность, знание, ну пусть даже не вот в одной линии, да, как специалист там финансово-хозяйственной деятельности, да, знание города, отношение к городу, горожанам, которые измеряются уважением и любовью. Обсудили на заседании городской думы очередное пополнение бюджета. Благодаря безвозмездным поступлениям казна потяжелела еще на 1 миллиард 78 миллионов рублей. Основные средства направляются на приобретение жилья для детей-сирот, для приобретения жилья по программе расселения ветхого аварийного жилья, содержание автомобильных дорог, частично содержание контейнерных площадок, помощь муниципальным предприятиям. Как и в прошлые годы, городской бюджет сохранит социальную направленность. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Список госнаград Самарской области расширился на три пункта. Теперь в перечне появились новые почетные знаки. Все они будут носить имена выдающихся земляков. Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова. Почетным знаком Нестора Постникова награждаются граждане за значительный вклад в организацию оказания медпомощи населению Самарской области. Подготовку кадров для медорганизаций, научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных соцуслуг. Почетный знак Николая Семенова будут вручать ученым за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, обеспечение лидерства региона в науке, повышение престижа образовательных учреждений губернии. Почетный знак Дмитрия Устинова смогут получить военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск Национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основный фронт работ на улице Галактионовская в скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской-Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс, также займутся проходкой перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают и в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галактионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке выносят водовод, переустраивают ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. В дальнейшем в этой локации будет стыковка тоннелей. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены, скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Ввели одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяется хранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, также стараются минимизировать неудобства для горожан. Отмечу, все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной» до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов по демке, а путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где расположено большое количество социокультурных площадок, в том числе музеев и театров. Для нашего театра это позволяет увеличить количество зрителей, потому что из удаленных районов добраться до центра города будет гораздо легче, быстрее и свободнее. Спектакли у нас иногда длятся до 9-10 вечера, уехать проблематично, метро исправит эту ситуацию полностью. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что руководитель одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области получил от жителей взятку в полмиллиона за оформление инвалидности. По выявленным фактам возбудили уголовное дело. Следствие продолжается. В Самаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Несколько дней назад в одном из дачных массивов Кировского района областного центра от рук человека пострадали собаки. Подробности у Светланы Тимофеевой. Ведврач клиники сказал, что спасти собаку было нельзя. У него полностью были раздроблены задние лапы и пробиты легкие. Елена Горячева с трудом сдерживает слезы, когда рассказывает о собаке, которая жила в их семье. В пса по кличке Бой несколько раз выстрелили из винтовки. Мы с мужем находились дома. Мужу позвонил на телефон один из жителей нашего массива со словами «подстрелили Боя». Муж выскочил, побежал, прибежал. Когда он сюда прибежал, Бой был ранен. Первыми нашли его люди, у которых участок буквально за вагончиком. Пес Бой поселился в семье Елены Горячевой после того, как прежний хозяин собаки из-за тяжелой болезни был вынужден продать свой участок в дачном массиве. Бой вместе с мужем Елены продолжал охранять территорию СНТ. И, по словам женщины, никогда не проявлял агрессии к людям. Получив ранение, он попытался скрыться в будке за вагончиком охраны. Здесь прятался Бой после того, как подстрелили ему сначала задние лапы. Я так понимаю, что уже по корпусу легкие пробили непосредственно здесь. Здесь же зацепили Рекса. Расправа над животными, которые жили в одном из дачных массивов в Кировском районе Самары, попала на камеры видеонаблюдения. От рук людей пострадали три собаки – Пес Бой, его напарник по охране Рекс и, возможно, Шерри. Бой у медики были вынуждены усыпить. Рекс несколько дней скрывался на территории СНТ, но потом вернулся к людям, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Шерри ищут до сих пор. Сотрудники правоохранительных органов ведут свое расследование. По данному факту проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены предположительно лица, совершившие данное преступление. По данному факту 1 ноября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, в том числе и лишение свободы на срок до пяти лет. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. В России предложили провести дачную реновацию. Соответствующее письмо в Минстрой направили Российский союз строителей и комиссия по строительному комплексу. Под проекты комплексного развития территории хотят отдавать участки с частными и садовыми домами. Законопроект о комплексном развитии территории Госдума приняла еще в 2020 году. Документ дал регионам право утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий. Неаварийные жилые дома можно включать в программу, если это решение поддержит две трети жителей. Точные критерии включения зданий в проект определяют сами субъекты. Аналогичным образом следует включать в проекты и территории индивидуального жилищного строительства. На землях ИЖС нужно развивать малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, считают авторы инициативы. Верховный суд России подготовил законопроект, повышающий гарантии, что человек узнает о своих долгах до того, как приставы спишут с его карты деньги или пограничники остановят на границе. Теперь человека должны будут заранее проинформировать о том, что он вот-вот попадет в списки должников. Речь о системе взыскания долгов по ускоренной процедуре судебным приказом. Схема простая. Взыскатель приносит заявление, прикладывает документы, и суд тут же выписывает приказ, что конкретный человек обязан заплатить. Но есть условия, должник не должен возражать. Если же у него есть какие-то сомнения насчет долга, достаточно подать заявление, чтобы приказ отменили. Однако часто возникает проблема. Приказ выносится в буквальном смысле за спиной человека. Подчас заявление подают мошенники по фиктивным документам. Этот пробел должен устранить новый закон. У 10% россиян есть свой бизнес. Это данные в ЦИОМ. Аналитики отмечают, что за последние 30 лет показатель увеличился в три раза. Своё дело хотели бы открыть 23% граждан, что на 8% меньше, чем в 1992 году. Доля тех, кто не хочет заниматься предпринимательством, также выросла до 65%, тогда как три десятилетия назад таковых было 47%. Октябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России. Они ведутся с 1891 года. Самым теплым для России остается октябрь 2018 года, когда в европейской части страны наблюдалась температура выше нормы на 2,5 градуса, а на севере страны на 10 градусов. Жители Самары приглашают поучаствовать в молодежном этнофестивале «Ясна музыка». Об этом сообщает администрация города. Событие направлено на продвижение талантливых молодых исполнителей Приволжского федерального округа, творчество которых основано на национальных музыкальных традициях региона с использованием древних народных инструментов в современных аранжировках. Продемонстрировать свои таланты смогут люди от 18 до 35 лет в группе до 5 человек или сольных. Разобрать и собрать автомат, примерить каску, бронежилет, а также узнать нюансы службы в МВД и госавтоинспекции смогли курсанты лицея государственной службы и правоохранительных органов. Традиционную ежегодную экскурсию провели для них сотрудники Самарского отдела ГИБДД. В преддверии профессионального праздника полицейские рассказывали ребятам о лучших кадрах в профессии и показали, как оснащены патрульные машины. С подробностями Ольга Павлова. Пятикилограммовый бронежилет на хрупких плечах курсанта профессионального лицея Валерии Нинашевой внимательно рассматривают ее одноклассники. Ноша тяжелая, но, по словам специалистов, способна сохранить жизнь бойцу даже после многочисленных автоматных выстрелов. Такое же назначение у каски, которые весят чуть больше килограмма. Защиты, используемые в зоне боевых действий, ребята сегодня ознакомились впервые, но многие из них уже решили поступить в вузы при МВД. Каждый граждан России должен защищать свою родину. Я хочу тоже. Рассказать подробно о нюансах и лучших кадрах своей профессии решили сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России. Представление о полицейском не должно быть романтичным. Это огромная ответственность, объясняют курсантам уже профессионалы, на счету которых не единичное спасение человеческих жизней. И приводят в пример историю своего коллеги, сержанта Александра Соколова. В сентябре 1983 года он, находясь в сопровождении колонны автобусов, которые двигались с рабочими в сельские районы, совершил настоящий подвиг. Подставил свой патрульный автомобиль перед водителем КамАЗа, который уснул за рулем. Этим самым он спас колонну из автобусов, в которые ехали отдыхающие сотрудники организации. В результате столкновения инспектор ДПС, сержант милиции Александр Соколов погиб. В его честь в Самарском отделении ГИБДД открыт небольшой мемориал, где каждый из присутствующих на лекции смог прочесть историю человека, совершившего героический подвиг. Встреча курсантов с полицейскими завершилась демонстрацией патрульных машин. Проведение экскурсий в подразделениях самарской полиции и знакомства с различными службами во многом определяет дальнейший выбор лицеистов. Впрочем, многие из них его уже сделали, выбрав даже не специальность, а долг – служение Родине. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Самарские единоборцы завоевали несколько наград на всероссийских соревнованиях. Отличились дзюдоистки, каратисты и токвандисты. Поддержали атлетов и девушки-фристайлеры. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В Москве состоялся чемпионат России по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «Парк». В соревнованиях, прошедших в крытом скейт-парке, приняли участие свыше 50 спортсменов из разных регионов страны. Медали разыгрывались в двух возрастных категориях – в юниорской, 17-18 лет, и «Элите», в которой победили представительницы 63-го региона. Первое место заняла Екатерина Круглова – серебряная медаль у Дарьи Рязаевой. Напомним, ранее Екатерина Круглова выиграла всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая впервые прошла в этом году. В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 42 регионов Российской Федерации. Самарские юниоры завоевали семь медалей, из которых три – золотые. Взрослые принесли в копилку региона четыре награды. Варвара Надежина – золото в категории до 62 килограммов, Мария Колосова – серебро в категории до 68 килограммов, и бронзовые медали завоевали Александр Голубев и Екатерина Платонова. В Екатеринбурге завершился чемпионат России под дзюдо. В столице Урала выступили более 500 спортсменов из всех федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Сильнейших дзюдоистов определяли в 14 категориях личного турнира, а также в командных соревнованиях среди федеральных округов России. В сборную Самарской области представляли 17 атлетов, завоевавшие четыре медали. Дарья Курбон-Мамадова и Мария Иванова завоевали золото, Анастасия Конкина – серебро, а Альфия Дашкина – бронзу. В Тольятти прошел один из самых масштабных турниров по каратэ Кубок Дружбы. На татаме вышли более 1500 спортсменов из 35 регионов России, а также Армении, Казахстана и Сербии. В рамках турнира было разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 в командном. В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область. Серебро у команды Республики Калмыкия замкнуло тройку сильнейших сборной Республики Татарстан. Представитель Самарской области на четвертом месте. На их счету три золотые, восемь серебряных и восемнадцать бронзовых медалей. В Самаре пройдет этап российской серии гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». Турнир состоится с 19 по 20 ноября в Дворце спорта имени Высоцкого. Всего серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе гран-при смогут выступить до восьми спортивных пар, десять танцевальных дуэтов и по двенадцать фигуристов одиночного катания. На ледовой арене Самарского дворца спорта в течение двух дней зрители и судьи будут оценивать мастерство лучших фигуристов России, которые подготовили новые программы выступлений. Планируется, что в турнире примут участие призеры Олимпиады в Пекине Александра Трусова и Марк Кондратюк. Самарскую область представит танцевальный дуэт Егор Базин и Елизавета Худайбердеева. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре с 21 по 25 ноября пройдет 15-й международный кинофестиваль «Соль земли». Он объединит сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Главной фестивальной площадкой традиционно станет Центр кинематографии «Художественный». Также будет работать онлайн-кинотеатр. В программе творческие встречи, кинопоказы, конкурсный и внеконкурсный программ, ретроспективные показы фильмов Тарковского и Кончаловского. «Вход свободный», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми. С 2020 года получить мат-капитал может семья, в которой рождается первенец. Выплата на первого ребенка в 2023 году составит почти 590 тысяч рублей, информирует телеграм-канал администрации Октябрьского района. Глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила ход строительства площадки по губернаторскому проекту «Содействие» на Вилоновской, 90. Там уже установлено пергола и ведется монтаж освещения. Скоро будут выполнены работы по устройству кровли, установке детского игрового комплекса и резинового покрытия. Контролируем процесс, работаем дальше, сообщает телеграм-канал района. Глава Самарского района Роман Радюков наградил жителей за победу в районном этапе конкурса «Народное признание». В этом году акция имеет патриотическую направленность. Об этом говорят номинации, в которых выбрали победителей. Память и слава, признание и уважение. Мы вместе, наследники победителей, герои нашего времени. Всего шесть победителей, и у каждого своя жизненная история, свои заслуги перед районом. Впереди областной этап акций, пишет телеграм-канал Самарского района. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, ходят ли они на работу, когда болеют. 53% ответивших сообщили, что это зависит от самочувствия. 25% предпочитают сидеть дома и лечиться. При этом 20% продолжают ходить на работу, не могут усидеть дома. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok